Добрый, добрый, добрый вечер еще раз всем. У микрофона Друг, это студия Игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию матча Join.MLG Pro League. Это первый сезон, это группа европейская под буквой А, и команда Hellraiser сыграет против команды Alliance. Команда Alliance нифигища здесь вообще не светит в группе А Европа. А вот команде Hellraiser уже насветила, насветила на второе место. Пока что Hellraiser борется за возможность сыграть переигровку против Балкан Бирскорлеоне. Если бы первую катку выигрывали у Alliance, можно было бы посоперничать и за чистое первое место. Но пока что Ашеры отстают всего лишь на один поинт от своих конкурентов прямых Балкан Бирскорлеоне. Если здесь выиграют катку, будут играть переигровки. Если не хотят играть переигровки, можно сливать. Ну, конечно, сливать Ашеры точно не будут. Прошлая игра была тяжелой для Ашер, тяжелой по всем лайнам, по всем фронтам. На каждой линии загнали Хейров вообще за, я даже не знаю, за близлежащие какие-то поселки и села. Не дали выформить толком ничего абсолютно. Alliance умудрились забрать ФБ. Забрали на каждом лайне еще по одному, по два фрага. Дальше просто-напросто Хейры отковыривались. Не удалось. Герои были не такие, которые могли как-то катку переворачивать. Там Сларк еще барахтался, на котором Артес отыгрывал. По большому счету все это тлен и пустота. Ладно, все, переходим к этому матчу. Забыли, проехали. Хотя у кого-то, наверное, рарочки уже затрещали. Ладно, в любом случае я рарочки не ставил. Возвращаемся к этому матчу. Hellraiser уже отправили в баню. Тролль Варлорда, Снайпера, Шейкера и Траксекс. Со стороны команды Alliance. Отправляется в баню Висп. Отправляется СФ, Кентавр. И четвертый бан ждем. В пик для Hellraiser уже залетел Чен. Шторм также в мид для Афонинджа. Ну и со стороны Alliance. Бэтрайдер опять в пике. И Вичдоктор. Все для тех же шведских дотеров. Дотеров. Естественно, Alliance не безызвестный коллектив. Они действительно нашумели. За последние годы очень много о них говорят. Говорят о гранд-гранд-гранд дотерах. Честно говоря, мне кажется, что на данном этапе это отголоски былой памяти. Потому что сейчас Alliance из себя мало что представляют. Да, по составу команда по-прежнему крутая. Там нет С4, нет Бульдога. Да и, собственно, много еще кого нет. Но в любом случае, тоже ребят с улицы они себе стендинами не берут. Никва, Маджка и Пайкат. Это, сами прекрасно понимаете, ребята, которые легко бы вписались в любой европейский коллектив. И смотрелись бы, наверное, не хуже тех, кто играет на европейской арене. Поэтому Ашеров очень непростое задание. Инвокер для Alliance. Вот так вот. Ликбез по CM-доте. Инвокер для Alliance наверняка в мид у нас отправится. Ну, я думаю, Пайкат на нем, наверное, отправится в мид. В общем-то, это его позиция. Ну и уже интересно, что там под инвокера будет браться. Возьмут ли Enigma Alliance и научат ли беднягу Гадема, который весь прошлый матч в никуда отправлял... Отправлял Блэк Холлы, научат ли его правильно ставить данный скилл. Вообще, там по прошлому матчу, кто пропустил, расскажу так вкратце. У Гадема не получалось ставить Блэк Холлы. И это уже до смешного доходило, потому что то крипы, то пустота, то еще кто-то, кто вообще не успел вкастовать Блэк Холл. Короче говоря, Гадем провалил прошлую катку 100%. Варлок, на котором отыгрывал Афонинджи в миде, тоже катку 100% провалил. Там даже и думать нечего. 0-6 отстоять мид. Это еще постараться надо. Удачный пик был от команды Alliance. В миде был ЦК вместе с Веспом. А Кейлода, беднягу Афонинджи, загнали. Skyros Mag для Hellraisers. Тут вообще какая-то классик дота последних времен. Трендовые персонажи, не считая разве что инвокера. А так, я уже устал, в общем-то, от этих лиц. Чен, Шторм Спирит, Skyros Mag. Постоянно просто ротация между командами происходит. То одного возьмут, то второго. Поменяют местами, как будто от этого пик немножко меняется. Или индивидуальный стиль прослеживается. Нет, что печально, что я заметил в G&D MLG Pro League. Какой-то индивидуальный стиль команды, это вообще великая редкость. Во-первых, одинаковые пики у всех. Ну, у процентов 85 одинаковые пики. Ну, а с одинаковыми пиками сильно особенно не поразгуляешься в вопросе какой-то новизны. Каких-то комбинаций, которые никто не видел. Которые где-то там нарабатывались. Ну, если у тебя Skyros Mag, ты играешь в обычную доту со Skyros Mag. Если у тебя Шторм Спирит, ты со Шторм Спиритом тоже ничем особенным не отличаешься. Покупаешь ему Оркет, покупаешь ему Бладстоун, летаешь, убиваешь. Какой-то старой, олдовой новизны, которая была там, например, в том же Witch Doctor'е с Faceless Void'ом, который Alliance сейчас взяли. Что-то такое, что, в общем-то, ну, из ряда вон выходящее. Под что строилась вся стратегия, в последнее время редко такое заметишь. Ну, вот Faceless Void'а и Witch Doctor. В прошлой игре был ЦК и Висп. Тоже вокруг них все строилось. Хотя там и Пайкат нормально себя чувствовал, но тем не менее. Вот сейчас вокруг Faceless Void'а и Witch Doctor'а. То есть уже к ним внимание повышено, уже есть за кем наблюдать. И если они где-то идут даблой, значит, где-то будут фраги, где-то прольется кровь. Ну, посмотрим. Опять же, Faceless Void'а и Witch Doctor'а загнобить вообще как с горы катиться. Hellraiser's, я думаю, могут это сделать. Персонажи врывные, персонажи серьезные. Ну, опять же, стратегия какая-то, Клок и Скайра Смак тот же. Мистик Флэйр в Коге минус один. Гоу-гоу-гоу дальше. Последний пик для Alliance. Сларка забанили, кстати, Alliance не хотят Ортесу его отдавать. А почему? В прошлой катке Ортес нормально на нем подслился. Но решили, что здесь можно поудачнее вырисовать. В любом случае, Hellraiser's пока что нет мейнкерри. Оффлейнер имеется. Для Агорца у нас Клокверк. Есть Скайра Смак, Чен тоже есть. В принципе, кого только Скайра Смак у нас на лайне будет саппортить, на ком будет отыграть Ортес, мы с вами узнаем через 12 секунд. У команды Alliance Оффлейнера. Нет, Оффлейнер есть. Бэтрайдер. Еще один саппорт необходим. Леон. Тоже достал уже своим шипастым лицом. Конечно, Леон в каждой игре, если не в каждой, то через одну. Но из 10 каток в 8 Леона обязательно увидишь. Все. Последние полминуты у нас перед началом. Это максимум. Hellraiser's кого возьмут фармить? Будет ли здесь какой-нибудь антимаг, который будет у нас сражаться по факту с Фейслес Войтом? Хотелось бы посмотреть. Просто загнобить нон-стоп фармом на протяжении 40 минут, а дальше 1-2 удачных файта и пошли сносить трон. Ну же, ну же, ну же, кто будет фармить? Кто этот здоровяк? Фантом Ланцер. Сюда подошел вообще. Фантом Ланцер для Ашер. Все, приехали. Теперь игра приобретает совершенно другой характер. Интересно, ярко и посмотрим, контрится ли Фантом Ланцер. Контрится, конечно, если гнобить его всю игру. А если где-то отпустить, то Ортес, я думаю, парочку-тройку лиц допотрывает. За один файт. Ну все, у Ортеса Фантом Ланцер. Горец на Клокверке. Дредд на Скайрос Маге. Афониджи на Шторм Спирите. Гаддем забирает себе Чена. Никва играет на Бэтрайдере. Пайкат у нас на Инвокере. Аки будет играть на Вич Докторе. Лода на Фейслес Войде. И Мачка играет на Леоне. По пикам все было не очень интересно. Вода была без вкуса, без вкуса, без цвета, без запаха. Пока не появился Фантом Ланцер. Теперь, ну, пес знает, что вообще будет. Отпустят Фантом Ланцера. Фантом Ланцер потом команду Алайнс никуда вообще не отпустит. Если загнобят Фантом Ланцера, то тоже где-то потеряют фарминг. Где-то потеряют во времени на получение опыта. Ну, если перемещаться к ПЛ-у. А вот, кстати, Трипла идет у нас, как я понимаю, в топ. ПЛ-у фармить никто давать не собирается. Дред на Скайрес Маги. Артес. Ну, тоже, в принципе, пойдет, скорее всего, в легкую фармить. Горец на Клокверке. Сложную. Это все понятно. А Фониджи на Шторм Спирите в мид. Поставят ли здесь, опять же, Триплу? Трипла здесь роскошно. Если будет здесь Матш Каяки, а Бетрайдера отправить в легкую фармить, это было бы вообще великолепно для команды Алайнс. Тогда можно было бы на равных с Фантом Ланцером разговаривать. Ну, глянем, 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 глянем. Чен есть. Пушить можно. Как-то подсейвить тоже можно. Алайнс во вражеский лес. Фониджи увидел у нас Никву. На тебе, Ремнант, Бетрайдер. Фониджи бежит, ставит Ремнанты. Бежит, ставит Ремнанты. Ну, теперь можно и подраться. Никва чуть-чуть просел по ХП, развернулся, ушел. Сверху Дредд, Дредд не нападает. Аркан Болт просто как доза унижения в спину Аки. Аки, кстати, на половину ХП просел с такого раскаста. Ну, забрали топ-руну. На нижнем лане Горец. Он в файтах не участвует, его это вообще не интересует. Дредда зацепили. Но Никва далеко особенно не погонит. Здесь хайграунд, там уже не по шансам. Гаде Мортес. Все, немножко разменялись. По ХП разошлись на свои лайны. В итоге нет, никакой триплы на топе у нас не будет. Никва будет соло стоять на Бэтрайдере. В миде стоит у нас Пайкат на Инвокере. И вниз отправляется Лода вместе с Мачкой. И недалеко здесь Аки тоже, в общем-то, будет помогать. Клок, на котором играет Горец в сложной со стороны команды Хелл Рейзерс. Шторм Спирит. Для Афонинджи в мид. Ну, Чен, на котором играет Гадем в лесу. Дредд вместе с Артесом против Никвы будут. Но Дредду надо спамить. Артесу вообще надо давать весь фарм, который только возможен, но даже больше. Надо из леса приходить и с ложечки у нас Артеса кормить. Потому что в любом случае Ашером нужно выигрывать хотя бы один матч. То что за фигня вообще? Какие-то Балкан, Бирс, Корлеон у нас на первом месте. Как так вообще? Как жить дальше? Наваливают по спине Горцу. У Лоды вот такая вот фигня. Какой богатенький, а? Шведский парень. Приобрел себе Мау Стром. Еще до начала игры. Войд фармит. Хотя масочка, конечно, печаль полнейшая. Что, 6 стаков у нас на Дредде. Дредд, у которого 500 хп, 7 стаков. Дредд догорел. Все, и ничего Никви толком не сделаешь. Артес пошел фармить крипов, просто не вижу зла. Убивают за спиной Дредда. Ну окей, окей, в принципе, окей, пойду пофармлю. Дредд рассыпался и Никва зарабатывает ФБ. Уже по золоту небольшой буст для команды Альянс имеется. И что печально для Бетрайдера имеется. Тут ранний левел вывезет и дальше уйдет фармить Лиса. Ему плевать будет на тот топ-лайн. Пусть там Артес что хочет с ним делает. Гарпия пришла у нас от команды Ашер. Гарпия старается у нас нахарасить пайкаты. В общем-то неплохо получается. Гарпия, кстати, на лоу хп. Вот это плохо, лишь бы Тауэр не переагрился. Но маны еще есть на 3 раз каста. Тут немножко Гадем своему тиммейту на миде помог. Хотя сам очень сильно проседает по золоту. Ничего Гадем не заработал, пока занимается мидом. Было бы неплохо что-то получить. Аки с Горцем встречается. Друг друга видят. Нет, не видят. Нет, друг друга не видят. Видят теперь друг друга. Мачка цепляет у нас Горца. Горец отсюда уходит. Ну надо батареосаут включать, тебя просто загонят. Надо через Коги как-то отсюда уходить. Еще и так неприятная отрава от вот этого маленького ублюдка, который здесь. Волк, волк, убийца. Кто ты вообще такой? Просто Горца засловил. Там действительно какая-то потеря какая-то по мувспиду. Она стоила жизни у нас, у флейнеру команды Hellraiser. Воистину. Никогда не знаешь, чего ожидать. От крипов в лесу. Развалили в это время бэтрайдера. Отомстили за ФБ, который был сделан на Дредде. Дредд рассверепел. Пошел развалял у нас бэтрайдера на сложного. Артеса по фарму. 11 на 4. Крипстат. 17 на 8. У Афонин же. Мид, в общем-то, выигран. Тут 7 на 2 у Пайката. Пайкат на соцспособии. Скоро будет сидеть. Ничего толком по золоту не вывезет. Ну, постепенно выход в фейсбуцы. Пайкат у нас квас векс. Никаких экзортов. Забудьте вообще это слово на инвокере в профессиональной доте. У лоды тем временем. 18 на 8 тоже по фарму. Относительно неплохо. Горец кое-как здесь третьего крипада ковырял. Как дела у Гадема? 350. По золоту пока что никак. Так, пошел у нас колд снэп по Афонин же. Да вообще плевать ему на этот колд снэп. Вортекс, Ремнант. Развалили у нас Пайката. Нефиг выпендриваться вообще. Какой колд снэп? Непонятно. Инвокер был меньше чем половину хп. На нем было. Ну, подумал, что... Самое время подраться. Подрался. Афонин же забирает первый килл на миде. Шестой левел тоже у нас у мидера команды Hellraiser. Так, где у нас Аки? Аки просто от иллюзий горца проседает. Горец научен горьким опытом на руне. Коги ставит уже где нужно и где не нужно. Лода гонит у нас горца. Там волк имеется, но маны на него нет. У Афонин же 24 на 11. По графикам. Hellraiser, несмотря на потерянный ФБ, пока что впереди. Впереди на полторы тысячи. По золоту, по экспириенсу, тысяча с копейками тоже в их пользу. У Шторма появляется в Рейсбэнд. Что... Ой, Рейсбэнд. У Шторма появляется, конечно же... Пауэртретс. Ну, а так залип. Вообще оперативка засрана... К вечеру до ужаса. Пауэртретс, конечно же, появляется у Афонин же. Чуть не посидел, пока слово вспомнил. Матшка выходит у нас на мид. Третий левел под коп Хекс. Все это имеется. Надо просто зацепить Афонин же. В принципе, боллайдинг есть. Тоже можно попытаться уйти. Торнадо подняли матшку. Хекс сразу же. ЕМП под ноги. Афонин же доигрался. Инвокер забирает данный фраг. 3-2. Альянс впереди. Ну, немного графики под себя подправили. Что там у Артеса? Артес пошел в фаст диффуза. Думаю, верное решение. Элементарно Хараси тяки. Элементарно разбираться с Инвокером. Лишним точно не будет. У Никвы на Бэтрайдере. Изгнали, кстати, Никву на стоплейна. Врывается у нас в Горца. Пятого левела Бэтрайдера. Лосо еще нет, но здесь Горцу и так будет достаточно. Матшка вовремя и в нужном месте. Оказался еще и с Дедели. Он наковырял Горца. 4-2. Почему так неаккуратно играет Та Шер? У меня огромнейшие вопросы. Ну и все, свое преимущество, в принципе, в никуда отправляют. 0 по Экспириенсу сейчас будет 0 по Золоту. Хочу говорить матшка. Не хочу говорить факин Мэт. Ты мне не папочка. Так, ворвались у нас на Пайката. Пайкат по Сайленсам. Дредд опять же в помощь. Гаддем в помощь. Разбили лицо инвокеру на миде. 4-3. Ну, хоть как-то огрызнулись. А то какая-то уже терпильная дота прошлого матча началась. На карте аж неприятно смотреть. По Золоту тысячу Ашер. По Экспириенсу тысяча тоже Ашер. Выходят на мид. А Гаддем, кстати, со своими зверушками отправляется на нижний лайн. Ну, тут по лесу, кстати, Горец у нас. Горит от Никвы. Или кто еще, в принципе, горит. Батареи Ассоут закончились. Я думаю, что Горцу лучше бы уйти отсюда. По-хорошему. На подсейф недалеко Гаддем. Всю пачку крипов решил Гаддем забрать себе. Через Торнадо. Спокойно. ЕМП под ноги Горцу. По-моему, здесь еще и Гаддем может огрести. Уходит Горец на лоу ХП. Но, опять же, тут колд снэп не успевает улететь. Лода врывается у нас на Гаддема. А Сова в это время фармит. Ладно, Гаддем без вопросов тут, наверное, отъехал. А Сова в это время фармит. Ну же, ну же, ну же. Ай-яй-яй-яй-яй. Подстилили все, что нужно было у Гаддема. Еще и Сова осадили немножко. Еще успокойся. Развалили Гаддема. Развалили Саву. Развалили крипов. Никва полторы тысячи уже имеет на руках. Немного совсем осталось до даггера. Что там на миде? Пайкат. Врывается на Афонидже. Ну, наверное, бессмысленно. Боллайтинг имеется. Инвокер через колд снэп. Через Торнадо. ЕМП колд снэп. У Афонидже по артефактам. Появляется уже Солринг. Готовится выход в Оркет, как я понимаю. Это не лишено будет смысла. Где Артес? У Артеса все-таки диффуза появляется. Никакого Манта Стайл попозже увидим. У Войда тем временем. Хэнд оф Медас. Ну, Лода по фарму, по-моему, просел. Достаточно серьезно. На тысячу опережает его Артес. Опять же, пока у Лоды будут появляться артефакты. Быстрый диффуза для Артеса. Это уже половина команды Alliance неощутимая. У Пайката. Фейсбутс, Брасер. Ну, больше ничего. Я так понимаю, готовится выход в Барабанщики. У Гаддема тысяча на руках. Пока ни Баклера, ни Хедрески у Скайросмага. Ну, немножко уже затарился у нас Дрэд. Черезнул талисманы. Все хорошо. Где-то хоть как-то подсейвливать тиммейтов. Успевать раскастоваться до смерти. Скайросмага это вообще первый пассажир у нас на смерть. Ну что, Пайката поймали. Сайленс в дорожку. Аркан Болт. Пайкат не успевает у нас. Ничего. В принципе, в кастовате Сайленса не вышел. 6-5. Хеллрейзерс. Обгоняют своих оппонентов. И я думаю, преимущество сейчас должно расти. Ну что, здесь фак... Ну ладно, Факен Мэтт порадуйся. Черт тебя возьми. Факен Мэтт забирает у нас еще один фраг. Киллинг спри для саппорта команды Альянс. Аки отправился на мид. Поиграть в какие-то игры с Афониджи? Ну, доигрался. В принципе, на саке. Разваливается здесь очень быстро. Еще один удар. Минус. Вич доктор. О чем, собственно, у нас Аки думал? Я не очень понимаю. Пятого левела. Без Дезворда. Куда вообще там драться? ЕМП под ноги. Взлетает у нас Дредд. Дредд без маны. Но Дредд, в принципе, еще имеет ХП, чтобы жить. Пайкат. Должен рассыпаться. Чен забирает этот фраг. Фраг для Гадема. 2-1-1. У него счет. Ну, со зверушками пришел. Развалили Пайката. Кстати, Пайкат у нас очень сильно сыпется. 4-4. Для мидера не лучший из показателей. У Афониджи 3-1-2. В общем-то, все в порядке. 1300 на руках. У Артеса. Где там диффуза? Диффуза уже имеются. Есть диффуза. Готовится выход в Ладмир. Артес уже на Т2 единолично отправляется. Его не контрят. Артес играет. Все, Тауэр сыпется. Дефать никто не идет. Я так понимаю, топ-лейн, в принципе, не особо интересен команде Алайенс. Пайкат пошел поговорить на равных здесь с Артесом. Боюсь, что не по шансам. Через диффуза Пайкат, бедняга, терпит Артес. И выйдет у нас, кстати, Торнадо и спокойненько отсюда уходит. Или не уходит. Нет, Фантом решил поговорить у нас с Пайкатом. Ланд спину. Ну и смотрим, что творится с Пайкатом. Половина ХП. Просто с одного копья. Врываются у нас в Артеса. Ну, здесь, конечно, Артес, скорее всего, приплыл. Доппельгангер успевает провязать. ЕМП и выйдет. Уходит отсюда. Да бей вообще. Развернись и бей их. Артес просто у нас на скиле. Рассказывает ребятам, как в доту играть. Правда, плоховато дела идут. С Напалмом и с Файерфлайем Артеса развалили. Ну, немножко перебыковал. Тут даже это не обсуждается. Пайкат отомстил за унижение в миде. Пятый фраг себе забирает. 9-7. Заработали 700. Альянс в этом файте. Просто забрали одного фармящего героя. Факин Мэтт под Мистик Флэером стоит. Факин Мэтт отправляется в таверну. Лода без хроносферы. 1300 на руках. Выложил уропов вином. Зачем? Никва с Даггером. Ну, тут, в принципе, лассо не имеется. В общем-то, и Даггер никто прорезать не даст. Гонит его Горец. Под батареасаут. Надо пытаться как-то Никву зацепить. Но здесь уже близко. Аки выхиливает у нас Никву. Гаддем на лоу хп. Дредд уже развалился. Артес врывается у нас в лоду. Лода, возможно, рассыпется. Иллюзии нарезают. Ну, через диффуза должны забирать. Под ноги еще тебе толпа. Лода. In your face. Лода развалился. Афонин же цепляет Никву. Никву должны отдавать Артесу. Дабл килл для Фантом Лансера. И дальше погоня. Пайкат. Что вообще с ХР-ами случилось? Кто-то их, по-моему, разбудил. Все. В инвизии инвокер ушел отсюда. До свидания, в принципе. Цель есть. Ребята, я вообще не волнуюсь. Я просто топлю за Ашер. То, что хороший комментатор, спасибо. Но что волноваться? Это же не мои рарки там горят. Не волнуйтесь. Просто у меня... Просто я такой. Кстати, гонят у нас Пайката. По-прежнему бежит оттуда. Ну и надо гнать, собственно. Что еще с Пайкатом делать? Не смотреть же на него. ТП сюда. Вот Лоды. У Лоды есть Хроносфера. Врывается в Артеса. Поставил Хроносферу. Ну и Тавр, в принципе, заблочил. Факин Мэтт рассыпается здесь. Горец под батарею Асаут. Дальше Зааки. Артес живет. Поймали в лосо у нас Артеса. Мистик Флеер под ноги Пайкату. Артес... Все, Артес отъезжает. Ну и здесь Дезвард. Горец рассыпался. Дредд тоже рассыпался. На лох ЭП Аки. Аки разве что единственный пассажир у нас в таверну. Ну и Афонинжи, скорее всего, развалят. Разваливают Афонинжи. Кого здесь не было? Здесь не было Чена. Ну, наверное, правильно, что Чена здесь не было. Мекки еще. У Гаддема нет. Ну а... В принципе, Хевен Гад нет уже. Там на байбеке ульта Чена была. Ну что, Альянс нашли чем ответить. Там Артес вроде бы быковал. Артес спушил сразу два тавера на топ-лейне. Нормально себя чувствовал. Ну и тогда пора и до времени. Собрались вместе Альянс. Расковыряли у нас сначала Артеса, потом и практически всю команду Ашер. По золоту, по экспириенсу точнее, в ноль выходят игроки команды Альянс со Шерами. Ну и по экспириенсу опережают своих оппонентов Альянс на 1200. Врыв у нас в лоду. Мистик Флэйр под ноги. Ну, лоду очень быстро разобрали. Вот, собственно. Хорошая комбинация. Часто юзабельная. Все, в принципе, работает. Врыв. Улететь толком под батареасаут не получается. Плюс Сайленс от Дреда. Плюс Мистик Флэйр под ноги. Войт в момент разлетелся. Ну, с Артесом так просто не получится. Тут, конечно, постоянные мансы у нас от Артеса через Доппельгангер. Попробуй вообще с ним что-то придумай. Плюс пассивка невменяемая и неконтролируемая. Куда угодно в файте перебегай. Попробуй, собственно, поймай его. Ну, если ставить, конечно, на лейт. Да, я думаю, что Ашер все-таки. Это безусловно. Так, драка у нас в лесу команды Ашер. Развалили Гадема. Поднимают ветра кентавров. Но это не очень важно. Пошла хроносфера. Дредд сыпется. Горит стоит в хроносфере. Батареасаут проюзал. Здесь Аки, кстати, рассыпаются у нас просто от батареасаут в хроносфере. А Фониджи, маны мало. Артеса в файте не было. Нет, Артес был. Но что-то Артес не сильно дамажил. Ну, развалили. Аки на Вич-Докторе. Два в один разменялись. Потеряли Гадема, потеряли Дредда. У Гадема до сих пор нет Мекки. Вот ему вообще не надо было здесь умирать. Это слишком большая роскошь у нас для лесного героя команды Ашер. Мека может не появиться еще минуты 2-3, если так сливаться команде Alliance. Ну, лоды по фарму не сказать, что прям такая роскошь серьезная. Лода 9 ассистов имеет, 2 смерти, 0 киллов. Так мейнкерри себя чувствовать не должен. Фантом Лансера, на котором играет Артес, 5-2-0. Мейнкерри действительно повнушительней будет. У Вайда 12-й левел, у Лансера... У Вайда, точнее, 11-й, у Фантом Лансера 12-й левел. Улетает Лода на свой фонтан. Ну, боится. Боится и правильно делает. Уже только что Клок с Дреддом уже рассказали Войду, чего он стоит. Лода более-менее сейвово начал играть. У Леона до Даггера еще достаточно далеко. У Бэтрайдера до Форстафа немного, совсем 200 по золоту. У Аки ничего нет, кроме Брасера. Просто в укрепление собственного тела пошел у нас Аки. Так, врыв у нас в мид. Аки разбили, не пожалел Дредд Мистик Флеер. Ну, тут небольшой КД. Надо, надо давать, надо повсеместно убивать команду Альянс. Там уже не стоит смотреть, на кого-то от Мистик Флеер юзать, на кого не юзать. Горец валит отсюда. Лассо не провязал Бэтрайдер. Собственно, это Горца и засейвило. Управляют Горца у нас на базу. Ну, а Гаддем будет ли драться за Т1 или просто разменяют? Артез в количестве тысячи штук на нижнем лайне. Тоже будет пушить. Пока более-менее сейвово. Фантом Ланцер играет. Не идет быковать у нас на хайграунд. Ну, в принципе, смысла это не лишено. В Соло пока что у нас Фантом Ланцер 3-4 вряд ли развалит. Ну, и Артезу еще есть на что подфармить. Алтимой Тор появляется. Тут постепенно готовится выход в Манта Стайл. Вчетвером игроки команды Хелл Рейзерс на своем Т1. Врыв пошел в лоду. Лода под Сайенсом. Из Мистик Флеера вытащили. Лода разваливается. Кентавры свое дело сделали. Пошла дальше погоня. Пайкат отцепляют. Дезвард у нас очень сильно валит, но недолго валит. Так и развалили. Пайкат, скорее всего, здесь тоже приехал. Куда ты, родной? Отваливается у нас Пайкат. Одного Афониджа разменяли на пятерых героев команды Альянс. Тим Вайп со стороны Хелл Рейзерс. Прилетает у нас Артез. И прилетает вовремя в самый разгар вечеринки. Ну, теперь можно и играть. 19-20. Ашеры выходят вперед. В файте зарабатывают 3-500. Ну, и по экспириенсу тоже 3-500 в их пользу. Т1 снесли. Надо идти на Т2. Че вообще медлить? Дредд рассыпался. Две тысячи на руках у Скайрос Мага. Это... Как вообще это назвать? Это... Это... В принципе... В принципе, дела идут великолепно. Для команды Хелл Рейзерс. Потому что Скайрос Маг это вообще первый кандидат на смерть от срывной волны. Просто от старения рядом с файтом. Сколько не наблюдаю, Скайрос Маг может рядом с файтом стоять. Его никто не бьет. Он бедняга умирает. Не знаю, почему я там исследования не проводил. Но очень, конечно, хлипкий персонаж. У Шторма уже имеется Оркит. Еще и на руках 700. Дальше Бладстоун ждем. У Фантом Лансера 1800 на руках. Остается 400 до Яши. У Чена наконец-то есть Мека. Гадем насуетил этот артефакт. И он более чем полезен. До 20 минуты. В принципе, тайминг нормальный. У Клока... Ну, у Клока толком ничего после Транквилл не появляется. Хотя Брасор на укрепление тоже неплохо. У Пайката. Форстав. Фазы, барабаны. Кстати, барабаны уже заюзаны до дырок. И Медас тоже для Пайката. 11.5 у Инвокера. Куда я вообще смотрел? 11.5 КДА у Пайката. Видели вообще? Или... Что это за читы? У Фейслес Войда... Хенд оф Медас. Маск оф Меднес. Тоже ничего для Лоды интересного нет. В Курьере ничего не лежит. По золоту никаких... Залежей у Войда не имеется. У Вич Доктора тоже беда. И у Леона... Ну и у Леона немного остается до Даггера. Так, по графикам. 7000 в пользу команды HellRaisers. По Экспириенсу тоже под 7000. HellRaisers. Ну, в принципе, все. Все объяснили. Так, а ну-ка. Что там у нас в чате вообще происходит? Ну, ладно. Там, собственно, в чате пока ничего интересного. Ну, Гадем не возвращается. У Гадема освещали вообще. В чем проблема? Дедос. Пишет у нас Лода. Лода бы знал. Мы Лоду ждали полтора часа. У меня уже борода успела вырасти. И убрать ее успел три раза. Лода долго сильно заходил в лобби. Это прекрасно все знают. Ему бы вообще еще шутить. Расскажи про вашу студию. О! Точно. Давайте я расскажу вам про нашу студию. Студия у нас относительно молодая. Всего лишь месяц с копейками мы стримим. Занимаемся Join.Dota MLG Pro League. Да и разными, собственно, турнирами. Ну, сейчас концентрировались на Join.Dota MLG Pro League. Дальше будем больше показывать. Студии всего-то месяц. 1 февраля мы стримим официальные матчи. Пытаемся сотрудничать с вменяемыми компаниями. Такими же, как Join.Dota. Такими же, как... Ну, не будем называть, да? Не будем никого рекламировать. Ну, короче говоря, месяц упорной работы. Никакого сна, никакого отдыха. Кое-какие выходные. Кстати, завтра у меня выходной. Поздравьте. А так вообще по 8, по 9, по 10, по 12, по 150 часов в сутки постоянно стримим. Ну, все, собственно. Что еще рассказывать? Стримим недавно. Будем стримить с вменяемым качеством чуть-чуть попозже. Партнерка на Twitch уже запущена. Уже, в принципе, в процессе, там, небольшие производственные вопросы надо решить. А, и, кстати, ребят, пока нас много. Вообще, не ленитесь. Заходите в группу, нажимайте подписаться. Вам вообще это ничего не стоит. А у нас птички в голове поют, когда вы хотя бы один лайк в группу ВКонтакте ставить. Собственно, ранние этапы. И тут, чтобы запустить этот сноуболт, чтобы выйти на вменяемый какой-то уровень. И можно было бы позволить себе устраивать серьезные стримы с Блэк Джеком. Ну, и вы поняли. Для этого надо количество людей. Для этого нужен саппорт от обычных ребят, такие, как я, такие, как вы. От обычного комьюнити нашего. Поэтому нажимайте follow на Twitch. Это вообще бесплатно, безболезненно, ненаказуемо законом. Никого мы не подставим. Если вдруг нас запалят, вас не сдадим. Нажимайте follow на Twitch. Повышайте нам количество просмотров. Ну, это вы и так делаете. И тогда студия будет с каждым разом повышать качество своих стримов. Ну, а я уже свое качество, поверьте мне, стараюсь повышать изо дня в день. Долго и упорно над этим работаю. Постигаю дзен. Не ем после восьми. Ну, короче говоря, все, что необходимо делать, чтобы качественно стримить доту. Ну, все, вернулись в игру. Goddamn, наконец-то у нас. Реконнектнулся. Команда Hellraiser отправляется на Рошана. Артест, Рекентавра, тролль. Здесь серьезная движуха. Рошан вообще такого количества, я думаю, не ожидал. Ну, как-то пригорюнился, сидит. Рошана разваливают. И команда Alliance ничего, собственно, противопоставить этому не сможет. Хотя решили отправиться на Т1. Я думаю, они понимают, что вообще происходит и где Hellraiser у нас находятся. Ну, решили спокойненько забрать Т1 на топе. 20-21 минута. Когда-то этот Т1 должен был падать. Драться за него, наверное, и смысла. Немного. Ашеры отправятся на Т2. Достойный, я думаю, размен. Забрали Рошана. Кстати, куда у нас Роха? Куда Эггис отошел? Эггис для... Для Шторм Спирита. Так, тут и Alliance не собрались оставаться. О, не собрались, точнее, отсюда уходить. Решили пойти на Т2. Ну, Т2 за Т2. Кровь за кровь ждем. Кто быстрее вообще справится с делами? Ну, тут огромная пачка крипов у нас от Гаддема. Можно, в принципе, и на хайграунд пойти. Че вообще стесняться? Лода под бомбом, кстати, очень неплохо разваливает. Но здесь Т2, кстати, даже медленнее падает. Что происходит и почему три героя? Команды Hellraisers убивают Тауэр медленнее, чем его убивает Войт. Мне даже немножко удивительно. Пошли за Пайкатом гнаться. Пайкат уже на 4 километра отошел от файта. Драка не организуется. Если опять же Alliance ее не организует. Готов рываться у нас Лода. Купол поставил по одному горцу. Мистик Флэр тебе под ноги, Лода. Лода отсюда уходит. Уходит сильно битый, но горца забрал в итоге. ЕМП. Ну все, драка, собственно, захлебнулась. Врывается у нас Шторм Спирит. Развалил Лоду. После Мистик Флэра еще один подарок у нас для Лоды. Погоня за Пайкатом. Ну, вижена не имеется. Ладно, нормально подрались. Разменять горца на Лоду. Для Хейров это, по-моему, великолепный вообще размен. Лишают Войда фарма. Лишают Войда возможности выйти на нормальные обороты. 13-го левела Войда на 23-й минуте. Это, конечно, печаль для команды Alliance. Здесь и Фантом Ланцер не блещет, конечно. 15-й левел тоже. Не бог вести, как хорошо, но все равно лучше, чем 13. Я думаю, с этим поспорить сложно. Пайкат тут троллит команду Ашер. А нет, не троллит. Тут, в принципе, сзади были уже ребята. Если бы немножко застопить где-то Артеса, можно было и разобрать его. Ну что, графики можем посмотреть? Да можем. Кто вообще запретит нам? 6000 по золоту в пользу HellRaisers. По Экспириенсу тоже 6000 за HellRaisers. У горца тем временем появляется Point Booster. Осталось еще 2700 до Аганима. Афонин же отправляют на Фонтан. Да, все-таки оставляет мысли о Блад Стоуне. Хотя, может, у него и не было таких мыслей. Ну, понятно, что Солринг в итоге в Блад Стоун должен у нас превратиться. Но решает себя Шторм обезопасить за счет Блэкинг Бара. Совсем немножко остается до данного артефакта. У Дреда Юл. И вот, кстати, Дред Юл этот и юзает. Врыв пошел от Никвы. Хотя, кто еще в кого врывается? Никва здесь сыпется. И сыпется неплохо по ХП. Горец промазывает у нас Хуком. И теперь вообще Никва у нас бегает. Как умалишенный. Отсюда под ноги Мистик Флеер. Но это так, на дорожку. Аки сыпется от Иллюзии Артеса. Аки, по-моему, развалился. На хайграунде уже Артес. Торнадо под Артеса. Артесу надо отсюда бежать. Еще три секунды не будет Доппельгангера. Но Флеймбрейк весьма удачный. Но не вытолкнуло у нас Фантом Лансера. В итоге разменял себя Артес на какого-то Вич Доктора. Просто на какого-то полнейшего бомжа. Зачем это нужно было, непонятно. Но Артес здесь немножко перегнул палку. И сам это прекрасно понимает. Заработали 750 на ровном месте Алайнс. 22-21. ХР по-прежнему впереди. Ну, еще пара-тройка таких мувов. От этого преимущества вообще ничего не останется. У Шторма. 450 до Блэкингбара. В Инвизи Шторм. Можно попробовать ворваться у нас в Нику. Вортекс на Нику. Сайленс на него же. Ну, бей, бей, бей. Бласт в никуда. И МП тоже в никуда. Ну, понимает. А Пониджи, что не сам здесь Никла. Дредд тоже, наверное, лишнего себе позволяет. В Соло решил постоять на лайне. На купол развели парни, да. Пацаны, купола нет. Гоу. Артес уже появился. Купола по-прежнему нет. Профит, профит. Кстати, здесь Лайн очень неплохо подпушен. Это все для Фантом Лансера более чем полезно. Ну, Факин Мэтт здесь соло против Лансера вообще не боец. Можно хоть чуть-чуть подфармить. Но Пэлу не помешает, я думаю, займеть какую-нибудь Тараску здесь. Чтобы переживать купол, чтобы переживать тоже Лассо. Если вдруг Никла угадает, в какую из иллюзий давать Лассо. Ну, стандартная сборка. Что вообще Пэла портить, если все уже давно-давно придумано до Ортеса. Лоды 2000 на руках. Появляется Митрил Хаммер. Тоже готовится, как я понимаю, в Блэйкинг Бар. У нас Лода. Выйти. Так. У Гадема после Мекки появляется в Staff of Wizardry. Готовится, я так понимаю, в Force Staff. У Шторма. У Шторма все-таки есть. Блэйкинг Бар еще и немножко сверху капнула. Пайкат пришел здесь руной полакомиться. В итоге Клок успел забрать. Но была же просветка. Почему Горец не рискнул ее проязать? Даже не знаю. Может быть не сориентировался. А может понял, что драки все равно не получится. Маны, конечно, у Клока было очень мало. У Дреда Юл после Юла тысяча. У Артеса куда-то деньги делись. Boots of Travel появляется у нас для АПЛ. У Шторма мы видели БКФБ. И кого мы еще не посмотрели. Клока всех. В принципе, всех смотрели. Давайте команду Alliance глянем. У Факин Мэда имеется поинт-бустер. Есть Блинк Даггер. Ну и 250 еще сверху. Готовится выход в Аганим. У Витч Доктора тоже. Что и у Леона. Только никакого Даггера у Аки нет. Бэт Райдер. Даггер Форстаф. Ну и Boots of Travel. В общем-то, бюджетный вариант. Но все необходимое имеется. У Айда 2400 на руках. Лода до сих пор на БКБ себе не насобирал. Ну и Унвокера. 12 на 5. Продолжает Пайкат убивать. Где я вообще в это время бываю? Что я делаю? Я вроде всю игру наблюдаю. Как у нас Пайкат 12 фрагов сделал. Удивительно вообще. Тоже готовится выход в Блэк Кинг Бар. Тут еще... Ну тут в принципе немного. За счет Медаса. За счет еще одной пачки крипов. Тут уже практически готов БКБ. У Лоды хроносфера имеется. Горец стоит. Неужели в Соло здесь Горец будет врываться? Чего вообще здесь стоять? Кстати, у Горца остается всего лишь 1000 до Аганима. Гадем с большой пачкой крипов. Отправляется на мид. Ну, драки затихли. Команды не хотят драться. Ни одни, ни другие. Играют тут на нервах друг друга. Коллективы у Артеса после... Там выделись же ты. У Артеса после Power Threads... Ой, после Boots of Travel у счет 2000 на руках. В одном ланцер на первом месте, кстати, по фарму. 15 тысяч. Пайкат на втором... На третьем, точнее, и первый в своей команде. 11 600. Ну и 11 тысяч для Лоды. Афониджи тоже себя неплохо чувствует. 12 с половиной тысяч насобирал. За 28 минут, по-моему, все в порядке. Шеры должны контролировать ситуацию. Дерутся они увереннее. Герои у них расфармлены. И это даже не обсуждается. Тут единственная заноза. Это инвокер, разве что. Который убивает, убивает. И еще раз убивает. Ну а так, Вич-доктор, в принципе, контрится. Фониджи с Вич-доктором разговаривает очень. Быстро и коротко. Войд с таким дэмэджем тоже в куполе не сильно рассказывает. Мэл Стром. У Фейслес Войда 2400 на руках сверху. Небольшой дэмэдж, согласитесь. Тому же Артесу маловато будет. 1700 у Фантом Лансера на руках. А Утимейт Орб имеется. Готовится выход в Скаде. Ну все, всем селом Ашеры пришли сносить Т2 на мидлейне. Внешних товаров после этого товара не останется. А Аке сыпется у нас от Иллюзии. Лода подходит. У Лоды скоро, очень скоро закончится мана. Таймволк отсюда и быстрее бежать. Уже нет на Хроносферу. Уже надо идти под Тавер. Иллюзии просто бешеные. Ух. Пайкат теперь сыпется от Иллюзии Артеса. Все прекрасно получается у команды Хелл Рейзер. Затаскивает у нас на хайграунд. Но это же Шторм Спирит. Смысл вообще против него? Такие мувы делать. Рассыпается Бэтрайдер. А Фонин же не почувствовал у нас Бэтрайдер. Артес врывается у нас в лоду. Доппельгангер и бежать. С первого же удара прошел баш. Артес подумал, ну тебя нафиг вообще с тобой разговаривать. Еще и на вражеском хайграунде. Забрали Бэтрайдера. Лассо провязать на Шторма. Затащить его на Глиф. По-моему, гениально. Что Шторму на Глифе делать? Как вообще? Ребята, передайте мне ТП. Ты еще кто такой? Так, Артес у нас начинает ковырять Тауэр на Мидлейне. Т3 сыпется. Артес в Соло. Плюс у Артеса есть. Чем разультиться. Так, Лода. Сразу же в Сайвенс его ловят. Но что толку Лоде от Сайвенса, непонятно. Мом провязал. Артес очень быстро рассыпался. Дезвард. По Афонин же. Афонин же на лоу ХП. Лети же отсюда. Афонин же вообще на 40 ХП отсюда уходит. Ну и Горец тоже у нас приехал. Крипы тоже приехали. Все приехали. Заходите, раздевайтесь. Да, команда Ашер немножечко подфидела в данном муве. Гаддема гонит у нас Бэтрайдер. Лассо уже готов. На Глиф затягивай. Даже думать нечего. Гаддем сыпется. Три стака. Четыре стака. Напалма на нем. Афонин же сразу же под бласт врывается. Надо уходить отсюда. Подталкивает к себе Пайкат. Ну, Пайкат, конечно, издевается. Просто надо Фонин же. Лассо по мидеру команды Хелл Рейзерс. Ну? Ну, что сказать? Как сказал товарищ Швондер с собачьего сердца? Это какой-то позор. Как это вообще назвать? Что вообще происходит? Почему? Почему, Дредд? Дредд, ты же видел, что твои ребята делают. Куда ты пошел? Дредд, остановись. Да, Дредд тоже рассыпается. Это фулл... В принципе, фулл забор от команды Alliance. Тимвайп 5 в 0. На ровном месте. Убивали, убивали, плыли, плыли, на берегу усрались. Как это можно было сделать? Непонятно. По золоту. За файт. Команда Ашер потеряла, я думаю, тысячи четыре. Не меньше. По экспириенсу тут вообще 150 миллионов в пользу команды Alliance. Просто так. Просто так. Даже немножко странно. Да, Ортес, конечно, парень горячий. Он это показывает всеми своими мувами. Зайти на хайграунд, все это хорошо. Но увидите, что Ортес блаженный. Ну оставьте его в покое. Пусть идет, дерется с товарами. Ну, уйдите вчетвером. Да, потеряли главного героя, кор-героя. Но это не повод вообще в братскую могилу всем ложиться. Ну, Ашеры, видимо, думают по-другому. Либо все, либо никто. Но в итоге все слились. 5 в 0. Ладно, забыли, проехали. Следующую драку будем ждать. Теперь Alliance, я думаю, по золоту поправили дела. Да, пожалуйста. С 11 тысяч до 5. 6 тысяч за файт. По экспириенсу. С 8 до 1. 7 тысяч за файт. По какому курсу вообще разменивали у нас игроков HellRaisers, я не понимаю. У Пайката БКБ имеется. Форстаф есть. Ultimate Warp готовится в выход, как я понимаю, в Хекс. Факин Мэда. Тут уже потихоньку вырисовывается Аганим. Осталось 2 тысячи. У Никвы. 1 700. У... Так, 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 так. У Войда. У Войда. После Мэйлстрома появляется уже Митрилхаммер. И Лода готовится у нас выйти наконец-то в Блэккинг Бар. Тот Митрилхаммер был для Мэйлстрома. Ну и теперь Ашеры забирают Рошана. И об этом команда Alliance не знает. Потому что ни единого телодвижения в их сторону... В сторону Рошана не было. Еще один Аегис для Афониджа. Ну, Артесу что давай, что не давай. В любом случае, с хайграунда парень уходить не собирается. Ну, нет... Какого-то вменяемого количества ХП для Артеса. Куда так быковать? Зачем идти на хайграунд в соло, когда есть Хроносферы, когда есть Дезворды, когда есть, в конце концов, Бэтрайдер. Убодненький, но все-таки с нормальным скиллом. Не знаю. У Артеса 2 800 на руках. До Скади осталось еще порядка 500. Афониджа гонит у нас Пайката. Пайкат в инвиз. Вижена для Шторма никакого. Уходит отсюда. Шторм так в лесу тоже готовится встреча. Гаддем здесь. Соло решил подраться, забрать крипов. Куда? Куда вообще? Куда? Горец. Коги и бежать. Лода. Хроносфера по двоим. Да, Никву закрыл, но здесь под батареасаут можно и пережить. Пошел у нас Санстрайк. Горец разваливается. Лода БКБ. И до свидания, Горец. Афониджа поймали. Но здесь, если что, есть Аэгис. Артес. В спину у нас Аки пошла. Пошел ланс. Аки рассыпался. Где Воид? Воид бежит отсюда. Торнадо в спину Артесу. Будут ли гнать? Нет, не будут. Или будут? Артес нет. Артес переключается на крипов. Два в один разменялись. Клока потеряли. И Горец сразу же выкупился без денег. Вообще теперь, ну, аганим имеется. Там его полезность в файтах, безусловно, увеличилась. И отсиживаться в таверну в такой смутный час для команды Хэлл Рейзерс, конечно, бессмысленно. Ну, в бой, раз выкупились, надо сносить. Для кого Т3 строили? 2.700 на руках у Шторма. Солу Ринг куда-то делся. Солу Ринг... Нет, Солу Ринг в курьере лежит. И летит Ultimate Orb у нас для Артеса. Артесу самое время покупать в Скаде. Ну же, курьер, сделай что-нибудь. Так, да, в курьере появляются все необходимые запчасти от Скаде. Но Артеса уже готов в Скаде. Правда, не будет байбэка. Ветра у нас, Шторма. ЕМП не ставит у нас Пайкат. Где, кстати, сам Пайкат? Пайкат пока что без скиллов. Еще 20 секунд. Можно попытаться подраться. Пайкат с руки ковырять не будет. Это долго. Торнадо, Бласт. Все это было проюзано. Ну, через ЕМП решил Пайкат разобраться. Нашел дураков. Все разошлись. Пайкат с собой должен быть доволен. 2000 по золоту Пайката. Имеется Ultimate Orb. В принципе, до Хикса еще долго собирать. Но, опять же, все зависит от файта. Будет он удачным или будет он не очень удачным? Посмотрим. Так, цепляет у нас Бэтрайдера. Пошел кирпич. Артес уходит отсюда. Ловят Артеса у нас в хроносферу. Артес сыпется. Доппельгангер успеет ли провязать? Выталкивает у нас Артеса и отправляет его на базу АЧ. Ну, нормально. Можно драться. Бэтрайдер на лоу ХП. Где-то уже Бэтрайдер с голубями тут соревнуется в скорости. Развалили в это время Бэтрайдера. Отъехал он. И команда Хеллрейзерс живы в составе 5 человек. Через крипов Артес вернулся в файт. Через Бутс оф Тревел это не сложно. Артес начинает у нас разваливать Аки. Аки сыпется. Выталкивают его. Иллюзии должны доковырять. Клода без хроносферы. Стопить его. Но пока что только иллюзиями разбирают. Где Артес? Артес разбирается у нас с бараками. Мидлейн падает. Мидлейн падает достаточно быстро. Низ тоже горит. Крипы уже здесь. Пока Бэтрайдер с крипами разбирается, можно расковырять топ. Пошел у нас врыв Бэтрайдера. Бэтрайдер провязал лассо на Гадема. Это может быть ошибка для него или последний в этом файте вообще лассо. Так, развалили в это время Афонинджи. Но это просто потеряный Эггис. Бладстоун уже имеется в Курьере или в самом Афонинджи? В самом... Нет, нет. В Курьере у нас лежит Бладстоун. Афонинджи без него. Торнадо. Увернулись. Ну живы Хеллрейзер. Потеряли только Эггис, но забрали целый мид. Да, это не так много. Но против Файда попробуют тут и Пайкат. А Пайкат вообще у нас чокнутый. Нон-стоп. Постоянно какие-то скиллы. Итак, Афонинджи врывается под ноги Мистик Флеер у нас Бэтрайдер. У Бэтрайдер на лоу ХП отсюда не уходит. Лода начинает ковыряться с Артесом. Разваливают Лоду. Бежать через пассивку. Лоду развалили. Спасибо, Валве, что бустите у нас так круто Фантом Лансера. Пайкат сыпется. Под Алакрити пытается отсюда уйти. Артес в хроносферу. Но Артес живет. Пока что живет Артес. Доппельгангер на лоу ХП Артес. Ну да, тут уже не уйдешь. Конечно, столько и выйдет. Это перебор полнейший. Ух. Драки, но он стоп. Т3 внизу забрали. Развалили мид. Плюс безусловный. По золоту просели. Да пес с тем золотом вообще. Кто его считает? На 39-й минуте. 12, даже 15 с лишним. В пользу HR. По экспириенсу 8000. В пользу все тех же Hellrisers. 29-33. Ну, Войт как себя чувствует. Что с лицом Войт? 2800. У Войта есть Мейлстром. Я думаю, все-таки Мейлстром... Мейлстром. Йолнир будет появляться. Лода по фарму на четвертом месте. Вот даже Пайкат унижает собственной команде. На первом месте, безусловно, Артес. 2200 насобирал. А где, 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 где это? Где это все? Это все на Клиффе. Что здесь делал вообще Леон? Леон, видимо, фармил у нас крипу. Ладно, не буду перематывать. Есть такая функция. Но как бы у нас не подпортить себе трансляцию. Пайкат решил поймать Горца. Но тут через секунду будет хукшот. Недалеко был Гаддем. Да, Гаддем не дред. С Гаддемом сильно не подерешься. В паре. Врыв у нас от Горцев крипов. Крипы вообще ошарашены. Таким поведением Горца. А это он мстит. Плохой крип. Это он мстит за первый килл, который был здесь. Где подстопили именно, именно, именно вот этим скиллом у нас. Крипы Горца на ранних минутах. Решил тех же ребят. Правда, зеркально и в собственном лесу. Но теперь просто вижу лицо. Воу, лобью его. У Горца 2000 на руках после Аганима. Нет до сих пор никакого Блэйдмейла. И, наверное, не появится. БКБ есть уже у Фейслес Вайда. Есть БКБ у нас у Инвокера. Да, остальным БКБ не нужен. Бетрайдеру разве что нужен БКБ. Но никто толком не дает Бетрайдеру фармить. Кстати, что хорошо. Фантом Лансер, на котором играет Артес, не щадит у нас Бетрайдера. Только лосо сразу же застопили. И далеко никак увести героя команды Хеллрейзерс любого не получается. У Факин Мэда 430 на руках. В Курьере ничего. Факин Мэд бичует полнейшим образом. Теперь давайте по Хеллрейзерс пробежимся. Они, в общем-то, выигрывают тут за 15 по золоту. Ну, посмотрим, как живут красиво люди. Бладстоун и после Бладстоуна у Афони Джи еще 2600 на руках. Оркет БКБ. БКБ 7 секундный. У Клока мы видели. Что там? У Клока появляется Даггер. Здравствуйте. Какая-то новая дота у нас началась. Запомните этот день. Горец покупает себе Даггер. У Чена до Аганима. В принципе, ничего. Один какой-то несчастный крип. Сейчас уже будет готов Аганим. Артес опять решил в соло пойти поиграться с командой Alliance. Уже один раз. Да не один даже. Артес у нас неоднократно уже устраивал эти нелепые игры. Постоянно отъезжал. Так, Чена мы видели. Все. Что там у Дреда? У Дреда... У Дреда Shadow Blade. Так, у нас файт на мидлейне. Лода под Мистик Флеером. Подрассыпался, но в принципе живет. Дред поднимает себя в ветра. Горит. Горит очень сильно. В Герс Септри отсюда уходит. Дреда развалили. Развалили Бэтрайдера. Тут Артес врывается. Мувспид невменяемый. Горец, по-моему, в Артеса заехал ультой. Дальше гонят Пайката. Под своим фонтаном стоит Лода. Лода тут вообще, вообще пока не игрок. Артес отправляется у нас на нижний лайн. Начинает ковырять бараки. Готовится Горец врываться. Пайката засловил и уходит отсюда. Все. Я понял, зачем нужен Даггер. Все, никакого недоумения. Ворвался, убежал. Ворвался, убежал. Нормальная схема. Какой-то налетчик у нас полнейший Горец. Афониджи в это время, все время, в это время держит в напряжении мид. Не дает крипам никак отпушить. На топ. Перемещаются. Лода, еще 42 секунды не будет. Ох, как здорово у нас камень-то пролетел. Развалили Афониджи. Но оно того стоило. Ради спецэффектов умер у нас Афониджи. Пошла дальше погоня за Пайкатом. Врывается у нас Горец. В Коги закрывают Пайкат, а Пайкат отсюда уходит. В это время сыпется Тауэр. Лода наваливает по спине Гадему. Артес, где ты? Артес у нас валит Лоду. Мьёвнир можешь оставить себе на память. Лода отправляется в таверну. Байбека у Лоды нет и не будет ни у кого нет Байбека. Кроме Артеса, Байбек Артесу не нужен. В иллюзию врывается у нас Никва, но это уже от бессилия. Гадем на лоу ХП. Артес, в принципе, на базу отправлен. Более-менее живучий. Ну и развалили здесь Чена. Дредд тоже, да, приплыл. Да, и Дредд у нас приплыл. Но Артес жив. Это главное. Артес летит на нижний лайн. Добей, 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 добей. Второго шанса не будет. На Арашана отправляется Артес. Ну, драки лютейшие, конечно. Тут кирпичит, спецэффекты. Я вам, честное слово говорю, не я вообще этим занимался. Кирпич, конечно, влетел эпичнейшим образом в кадр. К режиссеру трансляции, я думаю, можно будет после имя и риту Оскар в очередь становиться. Артес под деньгом уже не знает, как я понимаю, куда их складывать. Диффуза вторые. Зарядов семь. Докупать пока ничего не надо. Скади есть, бабочка есть, манта стайл есть. 2600 по золоту. Наверное, можно избавиться у нас от Владмера и приобрести Тараску. Но это, наверное, будет уже попозже. Но это уже совершенно другая история. Но, в принципе, ПЛ сейчас имеет фулл запак. Давайте по Нетворцу глянем. 27000 у нас Артес насобирал за 44 минуты по ГПМу 676. Не лучший показатель, но лучший на карте и без апелляциона вообще. Лучший у Пайката 18600. На втором месте он. Ну и Вайда. Где, кстати, Войт? Войт у нас в таверне. У Лоды всего лишь 17300. У Лоды и КДА, по-моему, ужасный. 6-7-15. Да, Лода. Криво идет этот файт. Но то, что Хелл Рейзерс подсобрались, это не обсуждается. Ну, у ХР есть безусловный плюс. А этот плюс Фантом Ланцер. Тут просто надо нормально реализовать героя. Тут комбинация Бей-беги. Ран-н-ган. Просто райт-клик и побежали. Ну, Доппер Гангер умудрятся юзать. Когда на тебя в пятером-четвером выходят, там Доппер Гангер, я думаю, юзается непроизвольно вообще. Рошан. Упал. Аэгис еще раз для Афониджи. Сколько можно? Хватит кормить Афониджи. 1400 на руках, кстати, после Бладстоуна. Ну, это печаль для Шторм Спирита. Это 4 заряда всего лишь в Бладстоуне. Плохо. Очень плохо. Плохой Афониджи. По Кэда 11.6. У Клокверка 1300 после Даггера. У Чена появляется Аганим. После Аганима еще 600. А где, кстати, козырные звери у нас? Чена. Что-то не вижу желтых точек. Так, у нас Клок воррывается. Ну, это не понял. Он в Гадема просто врывался. Пожалуй. Древнего Гранитного Галима взяли. Все теперь сильные. Все теперь раскормленные. Ну, надо сносить этот лайн. Просто мясом забросать его. Нечего даже выдумывать. Все с ультами. Все готовы. Аганим есть. Ульта у Чена кедешится быстро. Ульта нормально дамажит. Просто иллюзию у нас отпустил Артес. Иллюзию через Монтостайл у нас разваливают бараки. Артеса зацепили в Лассо. Пока живет. Кирпич летит на голову у нас Артесу. Хэнд оф Гад пошел от Гадема. Артес живет. В Хигсе все равно живет. Артес живи. Пайкат под Блэйк Кинг Баром. Промазывает Горец у нас хукшотом. Развалили Лоду. Развалили у нас Акер. Развалили Леона. Факен Мэтт в таверне. Все в таверне. Все. Теперь можно просто под фонтаном устраивать Кавабангу. Поздравляем команду Хелл Рейзерс. Наконец-то. Показали вменяемую игру. Классно реализовали свой пик. Артес конечно сумасбродный парень. Ну ничего страшного. В итоге победа есть. Победители не судят. Поздравляем Хелл Рейзерс. Вытащили. Отстрадали. Отковыряли. Отмучились. Зарабатывают 1 поинт. Они догоняют команду Би-Би-Си. Сейчас я вам покажу там по таблице. Собственно на 1 поинт отставали. Теперь 9 поинтов у Хелл Рейзерс. Там в уме просто прибавьте. И они будут играть у нас. Так секундочку. Они у нас будут играть Тайбрейк с командой Би-Би-Си. Когда узнаем попозже. Ну что. Спасибо всем что были на трансляции. У микрофона был друг. Это студия игрокам ТВ. Не забывайте. Нажимайте фоллоу на Твиче. Пожалуйста. 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 Это очень важно для нас. Заходите в группу ВКонтакте. Нажимайте подписаться. Все. Дальнейшие стримы. Все будет высвечиваться в группе. Ну и там уже будут розыгрыши дальше. Рарочки. Ну все как вы любите. Ну и все как мы можем вам предложить. На данный момент у нас пауза. Завтра небольшой перерыв. И в среду. Опять с новыми силами. В среду нет. В четверг. Да. В четверг. Опять с новыми силами возвращаемся. Берем новый турнир. Ну и ждем лан финалов Join.MLG Pro League. Все. Не забывайте нас фолловить. Не забывайте заходить в Твиттер. Все это есть в группе. И на ютубе тоже все вводы игр Join.MLG Pro League. И не только имеются. Фух. Выговорился. Спасибо всем кто были. Огромное спасибо что заходили. Заходите еще. У нас весело. Ну и услышимся уже очень-очень скоро. Это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. До скорой связи. Субтитры сделал DimaTorzok